привет дорогие друзья наступило сегодня а это значит время изучать библию но библия полна имен библия полна а жизненных историй связанных с личностями имена которых открыты мы изучаем про истории про давида мы изучаем истории про нечестивых царей мы изучаем истории про христиан и христиан отступивших грешащих мы мы изучаем и читаем их имена мы назидаемся через истории жизни и поэтому сегодня в современности изучать библию мы должны конечно же не просто как тексты давно минувших дней мы должны применять это в нашей практической жизни я хочу в данном видео возвратиться к этой истории с достаточно известным протестантским пастором лидером объединения церквей скиния алексеем пронкиным из города новосибирска алексей пронкин это такой харизматичный лидер который образовал достаточно широкую динаминацию из многих церквей в разных городах это такие неопротестантские церкви современные церкви вот и он упал он отступил о чем есть ролики на моем канале вы скажете зачем ты опять все это поднимаешь для чего в принципе пронкин уже отыгран пронкин ушел в сторону пронкин уже больше не пастор не религиозный лидер в этой протестантской ну структу структуре знаете а я объясню почему писание говорит что ученик не выше своего учителя так иисус сказал что достаточно для ученика быть таким как его учитель знаете ученики они впоследствии впоследствии имеют возможность приблизиться к тому отчего достиг учитель и знаете да мы читаем в библии что соломон допустим а отступил давид пророчествовал правильные вещи а сам согрешил и мы мы читаем в библии про хорошего пророков который великие вещи пророчества валаама но он отступил но он избрал мзду неправильно но мы можем сегодня назидаться от соломона мы можем назидаться от давида мы можем назидаться от валаама и учиться из всего этого потому что бог говорил через них и вы скажете ну зачем вот ну как ты посмотришь на историю пронгина пронгин упал но он правильно вещам учил просто он отступил как тот же давид он отступил как тот же валаам может быть ну давид-то восстановился можете пронгин восстановится да и отступил как соломон может быть он а дело в том что а вот это вот объединение церквей с кине это ау это церкви это течение которое связано с новым поколением с движением и а с объединением церквей новое поколение рига где а старший пастор и апостол как они называют алексей ледяев это харизматические церкви это неопротестантские церкви дело в том что в церкви скиния как в церкви новое поколение все строится на авторитете лидера людей учат как только они пришли в эту организацию эту структуру слушаться лидера они говорят так им что вот бог поставил помазанников бог поставил наставника и ты слушай его и а сама объединить само объединение скиния во главе с пронгином это была такая структура которая строилась на харизматичном лидере на пронгин и самом пронгин был учитель который восхищались многие и а в этих динаминациях слава богу что не все в этой в этих структурах подобных скиний люди научены а человека послушничеству то есть люди более послушный а человеку нежели богу люди людей учат слушать лидера слушать помазанника в свое время а лизяев отец духовный отец это пронгин научил о том что елей там стекает с головы на бороду арона поэтому помазание от бога через твоего лидера проистекает на тебя целое было же такое учение в структуре лидяева погружение в помазанника что ты должен погружение в лидеров слушаться лидера по сути дела это это структура авторитарная где просто следует за человеком где просто людей учат слушать своего наставника людей там много хороших людей но большинство людей не научены вообще свободом мыслью то есть понимать библию так как им понимается так как бог открывает так как дух хочет открыть там все заточено на учении динаминации структуры и на и на на том что лидеры лишь решают все сейчас нет фронте но там лидерский совет есть там женя его жена бывшая не знаю развелись они сейчас или нет но она там рулит и какой-то там лидерский совет а вот люди не решают ничего в принципе люди просто как бы такое стадо которым что-то объяснили сказали они должны принять ну грубо говоря так вот человеков людей в этой структуре пронкина учили слушаться лидера то есть эти все люди в скине но слава богу что не все но большинство они ученики не иисусовой очень важно понять ученики лидеров ученики пронкина и поэтому рассмотрев ситуацию с пронки нам можно увидеть что может ожидать и что ожидает всех тех кто пойдет по учению пронкина всех тех кто останется учеником пронкиновским и учеником этих структур харизматических протестантских неопротестантских лидяевцев пронкинцы и тому подобное пронкину шел львиная доля учения осталось пронкину шел но доктрины догмы и правила пронкин остались рассмотрев проникина ты можешь понять что ученик не выше учителя ученик пойдет по стопам учителя если слепой ведет слепого то оба упадут в яму первый шел пронкин и вел он слепым как оказалось он вел всю скинию все эти церкви все это объединение людей верующих он вел ну куда он вел он упал в яму и и идя по стопам по учениям пронкина получение люди попадают в яму я хочу эти причины рассмотреть сегодня ну давайте возвратимся к этой истории о пронкине когда он загулял когда он начал грешить развратничать иметь любовницу при любое действие это долгое время было и долгое время лидеры те же самые сама жена женя и вся все эти лидеры которые сейчас рулят вместо пронкина они скрывали то что это старший пастор великий помазанник это светило отчей он во грехе он в беззакониях живет он продолжал проповедовать даже выходить жить на церковных пожертвований жить со стяжательства людей денег но жил во грехах и люди покрывали его пока все не вскрылась каким образом это не лидеры ни жения не евгения его жена вскрыла все обличила человека подняла подол нечистоте как финис тот же самый другом пьем проткнул нечестие вы знаете эту строй нет просто сам без сам пронкин все это вскрыл безумие нашло на него и он стал в открытом доступе в инстаграме в stories снимать прямой эфир со своим развратом со своими злодеянием своим беззаконием и многие люди многие это видели о чем я тоже снимал ролики эти коротко а посмотрим вообще всю эту историю куражей алексея пронкина надо отдыхать я же в отпуске и просто алёшенька маленький алёшенька пишет никто из кинни не уйдет я не знаю я ушел с кинни меня те заявления которые распространяются обо мне ложь я никуда не уходил сам я не делал никаких решений это сделал совет церкви и совет объединения поэтому узнаете кто в главе и кто управляет этими процессами потому что это лживые люди которые вас обманывают если вы не узнаете и не проголосуете за мое возвращение через год то я больше многие казаться вообще не знаю поэтому решайте сами это красивая анечка вообще огонь просто огонь девочка у него родители мама директор школы такая образованная начитанная в театр ходит и когда с ней встречаюсь мне так интересно с ней разговаривать болтать просто такая уникальная вообще таких я редко встречал и кошечка такая внутри нежная нежная такой домашний цветочек который поливать надо пацаны вам должно понравиться вы несете пургу всякую блин алексей ну можно хоть не курить хоть ну расскажи свою историю но сейчас вы зря вот это просто были посты чувства дачу дайте даже не подожди тут люди спрашивают люди спрашивают и отвечает блин алексей это может цирк организую давайте вообще легко да все в рамках было на туре он был и в рамках приличного было расскажите пару историй а чё у нас с андреем а меня я альфа самец я начальник прайда я ревнивый капец вы у меня уже песня рождается стимати я альфа самец я начальник прайда я ревнивый капец а потому что вы называете падение пожалуйста вот вопрос вы говорите мое падение что такое падение дайте на библейское определение слова падение падение это отступничество от бога я молюсь каждый день в чем мое падение я изгонял бесов и сына губернатора в реп-центре и он в воскресенье пришел в церковь покаялся это падение вы вы что сделали жизнь покажите ваш плод у вас даже тысячи рублей нет поэтому шеда ребята а давид царь который убивает урию женится на вирсаве это тоже бесы да но только потом соломон рождается самый великий царь израиля у вас слишком узкий взгляд на жизнь а эсфирь который спит с царем без брата блудница они имя алкоголя каждый день пьет вино но бог его использует чтобы спасти народ вы слишком узко мыслите у вас религиозное мышление ограниченное а иисус пил вино с мытарями грешниками блудницы ему ноги вытирали своими волосами это называется эротический массаж это как понять умники вы библию читаете с розовыми очками внимание любой публике у меня 7 губернатора знакомых у меня должна быть медведево но просто я не смог это сделать не захотел точнее она будет сейчас со мной связался юрий дуть и завтра я буду снимать передачу где я расскажу всю правду вообще о движении скиния поэтому ждите в прямом эфире в ю тубе так в двух словах я планирую двадцать третьем году если господу угодно и живы будем баллотироваться на пост президента российской федерации поэтому я думаю что вы меня поддержите ребят это правда это план это то что дал мне бог ну я думаю что ноябрь был лишь только выхлопом того что во мне копилось многие многие годы из-за того что я всегда отдавал себя полностью эмоционально морально духовно и так далее поэтому я думаю что со мной случилось выгорание или эмоциональный срыв давай назовем это так после форума шевченко я его смотрела выгорание и вообще многие вещи там для себя услышал и я понимаю что на самом деле это проблема и слава богу что об этом заговорили потому что кто-то говорит до сих что выгорание не существует все-таки в духе надо делать и так далее ну вот я живой пример все существует имеет право на жизнь если вовремя не поддержать человека то с каждым случится подобная вещь не может быть еще хуже может быть парализация болезнь инфаркт инсузии и так далее не ну да слава богу потому что но только скажем ты вел себя и показывал демонстрировал себя там stories в то время прямых эфира но то что ты жив-здоров потому что 0 ситуации иногда складывались я так думаю вызывающе да там по краю пропасти так ходил скажем своих эмоций знает твой вообще эмоциональный фон да какой-то и харизматичный парень их мужчина то конечно слава богу что ты жив здоров но но все воспринимают все таки то что с тобой случилось что именно те действия которые произошли что это был грех конечно поступки это был грех абсолютно грех и вот ну что бы ты бы вот сказал бы например по этому поводу отказал я грех называю грехом я был неправ абсолютно неправ но я просто выплескивал все то что у меня было внутри я делал это неправильно конечно отмотав пленку назад я бы так не поступил но увы я так поступил я человек я никогда не говорил что идеально не претендовал на это никогда в жизни я ошибся я согрешил но согрешу перед своей семьей еще перед определенными людьми не более того то есть это был грех против меня самого против моей жены моих детей и еще некоторых людей но я не грешу перед народом я не говорил всем делайте как я ну поэтому я виноват но я раскаялся я нахожусь в процессе восстановления сейчас я могу сказать точно сейчас не форсируется события с развода не такого что все завтра идем там разводимся есть своя болезненная момент как который происходит семье который каким-то образом будет дальше решаться поэтому сейчас эту тему даже не поднимаем и не будем здесь это обсуждать но форсировать никто не собирается просто это для людей что я смотрю там кто-то спрашивает что семьей а сейчас не стоит вопрос о разводе на мой взгляд но так как публично произошло вот то что произошло в ноябре я думаю что было бы ну честно по отношению к людям которые видели тебя вот там тех вот историях тех кто-то там даже это заснял потом эти ролики в ю тубе сделали да там еще такое ну да и и сейчас вот было быть честно на мой взгляд да по крайней мере начать показывать другую картинку мы не говорим что сейчас вот все алексей завтра на коне на кафедре там всем всех учить собирается вы лучше загляните в свои шкафы там тоже есть скелеты только вы о них молчите потому что вы нечестные люди вы лицемеры все что вы можете только обсуждать чужие проблемы только знаете сколько я знаю как у необычных людей тоже есть проблемы только о которых они молчат или вы думаете все святы вы искренне так считаете так в том-то и дело когда у человека нет у самого личной жизни ему интересно чужая жизнь такое ощущение что он с нами в постели лежит и он все знает все что мы делаем откуда вы знаете вообще прелюбодействуя не прелюбодействуя что со свечкой стоите вы что знаете что то зачем вы лезете туда куда вам не нужно лезть а что за тема любви наказания от отца бог есть любовь вот бог совершен солнце встает над злыми и добрыми дождь поливает и праведных и неправильно а люди будучи злые даже детей своих любить не умеют но зато при этом они становятся великими судьями и со своей маленькой трибуны потому что им кафедру даже никто никого в жизни не даст они судят и говорят кто прав кто не прав друзья дары и призвание не приложены если я был великим служителем поверьте пройдет время я буду еще более великим служителем на всю воля божья и слава богу что моя жизнь не ваших руках потому что вы бы меня даже в ад не пустили да моя женщина выросла в церкви с детских лет с воскресной школы потом была в молодежном служении и она служила богу всегда конечно у нас будет свадьба обязательно как только мы решим все свои бракоразводные процессы у нас сразу будет свадьба это я не могу уже вне каких-то вещей таки опять суди если вы изменяли как вас не бросить а чего вы решили что я изменял у вас есть факты у вас есть какие-то доказательства или у вас есть просто домыслы да я обращаюсь сейчас буквально ко всем друзья вы знаете часть правды вы знаете лишь то что вам рассказали то что он что что было выгодно слышать вам из-за того что я долгое время молчал как помните бог бы говорил долго я молчал удерживался теперь буду кричать как рождающая придет время я сделаю пресс-конференцию я расскажу все как было со своей позиции с именами и фамилиями конкретных людей и конкретных поступков которые были совершены я не говорю что я идеальный я не пытаюсь сегодня оправдать свои грехи которые я совершил я грешник которого спас христос но меня-то судят тоже грешники в меня кидают камни тоже грешники не святые единственный кто бы кто бы мог меня сегодня судить это христос потому что только он свят но я бы не хотел сегодня быть находиться под клеветой понимаете не запад незаслуженной клеветой которая льется я же слышу это все то что говорят сегодня там обо мне там о крестине говорят какие-то гадости вообще несусветные но это это неправильно это несправедливо это нечестно поэтому пожалуйста я вас просто об одном прошу давайте позволим богу совершить то что он хочет совершить без содействия рук человеческих а вы со своей стороны не судите во первых потому что вы не знаете все ситуации и во-вторых вы можете задавать вопросы мы можем разговаривать и придет время бог расставит все на свои места может быть мне стоит реально провести пресс-конференцию и просто как фильм был саша вальсенеггерам вспомнить все для того чтобы ваша короткая память на ваши грехи она вновь воскресла вы бы вспомнили кто вы знаете мне сегодня это напоминает советский союз что проще изгнать проще оклеветать проще наговорить гадости про человека чем реально попытаться ему помочь я понимаю какие люди стоят за этими письмами за этими решениями мне искренне жаль этих людей потому что во первых через короткое время эти люди сами попадут в подобные проблемы во вторых эти люди абсолютно не дальновидны и они основываются исключительно на своих амбициях прикрывая все происходящее божьим словом даже не понимая вообще о чем писал апостол павел в послании коринфянам кому он обращался и какие при этом обстоятельства происходили мне очень жаль что я сегодня вижу скат большой опять в религию вот вот так выглядит религия религия выглядит так если мы не можем что-то изменить тогда мы осудим тогда мы изгоним тогда мы выгоним какая глупость рекомендуем не общаться и даже в соцсетях за этим нет правды это лишь часть истины и поэтому я наверное все-таки не хотел этого делать но скорее всего я проведу прямой эфир где я расскажу вообще о совете церкви расскажу конкретно о каждом человеке кто подписал это письмо и мы просто вспомним все абсолютно все и тогда вы поймете какие люди сегодня всем диктуют и говорят что нужно делать а что делать нельзя слабые люди люди попавшие под манипуляцию причем совете очень много хороших достойных людей но силу того что там сегодня правит во-первых демократия а во-вторых там сегодня феминизм у руля и поэтому мы сегодня я предлагаю многим людям кто подписал это письмо переодеться в юбке там неплохой бренд есть проджин который я в том числе создавал поэтому предлагаю вам после этого ситуации купить себе по платью и пойти в женскую церковь а кто сегодня решает а ты сегодня правит балом а кто сегодня на алтаре когда я сегодня смотрю на алтарь скини и вижу там татуированного парня у которого ни образования нет у которого в жизни никаких достижений нет и он он всех учит как жить да ему максимум его это ездить по тюрьмам проповедовать это его максимум это его аудитория это его публика его публика репцентра я не против репцентра его публика тюрьмы а он учит образованных культурных людей как им жить как им верить мне смешно вот просто мне смешно я смотрю на все это не больно потому что я понимаю что корабль тонет корабль пойдет на дно если вовремя это не остановить корабль пойдет на дно понимаете запомните друзья если впереди идет женское начало то скорее всего это из-за вель либо эта женщина которая возомнила себя кем-то великим или великой и она пытается сегодня верховодить я видел это во многих церквях я видел это во многих служениях никогда ничем хорошим это не заканчивается наши отношения длились какое-то время несколько лет но никто не собирался уходить из семьи все планировали жить в своей семье буду называть вещи своими именами грешить потихоньку то есть семья хорошо но у нас любовь и мы как бы будем вместе не жить просто решить но потом у алексея происходит кризис какой-то в его жизни он начинает чудить начинает чудить не из-за меня хочу внести ясность он начинает чудить потому что он оборзел будем называть вещи своими именами он просто охренел и начинает чудить естественно как любая женщина не хочет этого терпеть что она делает после очередной его гулянки выставляет ему вещи человек возвращается домой а у него собраны вещи что делает человек берет эти вещи вместо того чтобы может быть как-то загладить это исправиться естественно собирать вещи и ходит из дома почему потому что ну круто надо тут я естественно как запасной вариант у меня других слов нет начинаю что делать тоже собирать свои вещи и куда идти к алексею оставляя мужа детей мы тем самым начинаем жить вместе два с половиной месяца мы с ним прожили вместе два с половиной месяца прожили потом в один прекрасный момент проснулись и он проснулся там я проснулась и поняли что каждый из нас что хочет хочет домой и начали собираться домой короче два с половиной месяца прожили никакой свадьбы нет и свадьбы не будет естественно я живу дома он где-то там на восстановление хочет восстановиться восстановиться в служении восстановиться в семье суть в чем смотрите мы решили с ним оба решила я решила вам одинаково одинаковый был у нас с ним грех меня значит отлучает от церкви как человека который прелюбодействует а чего а этого человека что делают дают ему отпуск схирали загуляли извиняюсь за выражение мы грешили вдвоем так вы вдвоем нас и отлучаете почему вы одного человека оставляете а второго человека отлучаете про алексея все знали что он в блуде живет и покрывали да алексей знали знали про наш роман знали все первые ряды абсолютно про роман между мной и абсолютно все знали мне кажется нет такого человека который бы не знал об этом но все молчали просто пытались мне на какое-то время заткнуть рот вот смотрите это не скрылась в феврале это скрылась все два года назад все эти похождения обруцкие они вскрылись два года назад об этом узнали люди с первого ряда просто меня попросили не ходить в церковь не появляться в церкви они дальше будут служить на что я сказала да хорошо я больше не приду вашу церковь и реально не ходила в эту церковь уже долгое время долгое время не ходила в эту церковь мы ходили в абсолютно другую церковь с андреем наверное уже год как мы ходили они там жили так же молились но при как бы типа все забыли все нормально все живем дальше и я думаю если бы не очередной кураж алексей вот это вот сочи ростов так бы все и жили дальше вместе и так бы и видели все проповеди из крайности в крайности зачем я же не говорю что он такой козлина вот меня утащил все я нет я также была виновата я сама развешала уши в этом никто не виноват в этом виновата только я сама реакция на вот эти вот куражи алексея пронкина была разной какие-то люди обличали его упрекали его критиковали его разоблачали его хейтили его в общем а кто-то кто-то поддерживал кто-то кричал что это и таких было много такая раболепная масса пастор вы всегда остаетесь нашим пастором бог вас поднимет еще больше это бог допустил чтобы поднять еще выше в общем но как бы лагерь на два лагеря разделились мнения те кто жестоко осуждал строго пронкина и те кто как бы поддерживают до сих пор продолжает поддерживать но и были такие мнения какие на перс таки сбалансированы один пастор тоже протестантской на протестантской церкви христиан вера ивангельцы в городе калуга церковь скала называется юрий сорокин у него там есть свой блог ютюбе свой канал он снял такое видео где говорит что я как бы не поддержи не поддерживаю пронкина но я хочу сбалансировано как бы оценить эту ситуацию и дать свое мнение как бы справедливое мнение давайте посмотрим выдержку из его ролика о падениях куражах и как бы как бы покаяние алексея пронкина здравствуйте друзья вот уже примерно как год завидно периодичностью появляются ролики в ютубе о бывшем пасторе церквей скиния алексея пронки не о том как он дурил как он впал в грех как он чудил по полной программе это не было тайной так как основной материал он давал сам своих stories в instagram это тут же подхватывалась обсуждалась и смаковалась такие видео набирали несколько тысяч просмотров моментально попадали в youtube на следующий день и смаковалась еще очень долго приду куда чертом снял про нас передачу всякую чушь день библии называется а для его комментариями забанить также видео о том когда его любовница кристина николаенко ушла от него и потом тоже выкладывала в instagram свои впечатления и а то о том что у них происходило это тоже на следующий день уже было в ютубе уже набирала просмотры короче вот такие видео с грехом с манифестациями греха они разлетались как горячие пирожки набирали массу просмотров и и были все что интересно во всей этой теме что когда выходили другие интервью другие видео с алексеем они не набирали просмотры хотя это были ну ну как бы положительные видео например в этот период было интервью как бы интервью разговор а сергея сенокосова епископа нового поколения по россии и алексея пронкина где алексей частично признал свою вину он как бы раз ну говорит да это был неправильно это был грех и речь шла о том ну его вот этом психозе да когда он там с девочками когда он с сигаретами когда он с вином когда он ругался матерился и так далее то есть он когда это был неправильно да это был грех а вот такие видео не набирали популярность не выкладывали с теми же самыми блогерами которые выкладывали о том когда он упал и когда он согрешил а зачем это никому не интересно да сейчас алексей пронкин во всем покаялся покаялся действительно четко конкретно и за все не как раньше мы об этом поговорим еще но покаялся конкретно и четко и очевидно знаете без всяких таких вот лицемерных высказываний без юления без виляния без оправдания но это видео не распространяется она никому не интересно на тени к мы прошла уже неделя на момент создания вот данного видео и когда я выложу еще не знаю но вряд ли вряд ли она появится у тех же самых людей которые кричали о том как он упал поэтому дабы чтобы восстановить справедливость чтобы восстановить все-таки баланс я и записываю это видео чёрт про которого говорит алексей пронкин снявший видео о нем с канала который называется день библии это канал библия сегодня это он про меня так говорит так вот алексей сорокин это пастор из калуги протестантский лидер небольшой такой церквушки в городе калуга он такой занял такую нейтральную позицию как бы справедливость вот он справедливо как бы рассматривать всю эту ситуацию и он говорит что осуждает меня и прочих блогеров которые как бы пиарились набирали лайки просмотры нападение пронкина когда пронкин по-настоящему глубоко и искренне опокаялся вот пара пронкина ничего не снято ну снято не было вот блогерам это не интересно да и никому не интересно вот и она говорит что когда вот без видео просена косова если на выс invinciبيано им cover과 мы протерrique на и там тоже частичное покаяния если бродина дело в том что про дина косток как раз-таки про это покаяние вклево липово вообще надんと и никакой вообще покаяние лживое покаяние лицемерное покаяние пронкина то я снимал уже видела и она будет посылки в описании как и все остальные видео про загулы и падение Пронкина и про назидание, которое мы можем извлечь из всего этого. Знаете, сам Соломон говорит, он говорит такие вещи, что я сидел, смотрел сквозь решетку дома своего и видел, как юноша шел вечером в сумерки по площади, и ему навстречу есть женщина-блудница, нарядная, она затащила его, схватила его и увлекла, и он пошел, как вол, пошел на убой. И я посмотрел и получил урок. Посмотрев на Пронкина, мы можем получить урок, и это по Библии. Это будут хорошие библейские уроки, потому что, друзья, время, конечно же, изучать Библию. Мы сегодня поговорим из священных писаний по этим всем моментам, по этому поводу. Так вот, Юрий Сорокин говорит про Алексея Пронкина, что он покаялся по-настоящему, искренне. Вот, и почему же вот мы, блогеры, пиарящиеся, получающие лайки из-за падения Пронкина, не сняли видео о его покаянии. Это все очень просто, дорогой блогер Алексей Сорокин, потому что Пронкин не покаялся. Все очень просто, что его покаяние, вот это последнее, о котором ты трубил, о котором ты снял видео, о котором ты говорил с уверенностью, он покаялся и осуждал нас, блогеров, осуждавших Алешу Пронкина. Так вот, это покаяние фейковое, оно нулевое, оно никакое, оно не есть покаяние вообще. Давайте на самом деле с вами посмотрим, посмотрим на покаяние Алексея Пронкина. Вот пришло время, он где-то был в репцентре, после своих загулов все хорошо, стал выпускать посты там про Господа, про назидание какое-то. И потом, ну молчал, молчал, а потом выпустил видео, где он просит прощения у своей семьи, у людей, которым он причинал зло, своим грехами и беззакониям. Давайте посмотрим этот ролик покаяния Алексея Пронкина. Добрый день, друзья, добрый вечер. Вот решил сегодня, набрался смелости выйти к вам в прямой эфир, для того, чтобы поговорить с вами. Еще раз покаяться перед вами, сказать всем слова искреннего покаяния. Хочу, чтобы вы знали, что я искренне какаюсь и раскаиваюсь в том, что произошло. Что моя жизнь, она так лихо пошла в другую сторону, не совсем в хорошую сторону. Я бы даже сказал, в очень нехорошую сторону. И мой пример, он был не созидательный, а наоборот дал повод многим людям, возможно, соблазниться и приткнуться. Может быть, даже кто-то потерял веру, а может быть, кто-то наоборот окреп в этот момент вере. И, конечно, больше всего проблемы, боли я причинил своей семье, Жене, детям своим, о чем очень сожалею и искренне раскаиваюсь. Хочу изменить все. Верю, что Господь каким-то образом все-таки проводит свою работу здесь. И стою на том месте из Писания, когда Господь говорит, если угодны пути мои Господу, то Он и врагов примиряет. И все-таки состояние мира, не состояние вражды, это отличное состояние, это то, что Бог хочет. Я вспоминаю сегодня в свой день рождения, свой первый день рождения во Христе, как это было, как это начиналось, как Бог спас, как Бог вытащил из глубокого рва, каким образом Он простил все грехи и стремительно начал говорить, начинал поднимать, благословлять, открывать будущее, открывать судьбу. И на самом деле это было потрясающее время. Это было лучшее время, когда мы стремились, мы бежали, мы завоевывали людей, мы достигали, мы приводили их к Богу, и это было время больших побед, больших чудес, большой славы Божьей. Сейчас такое время, когда самое время работать над собой, вникать в себя. Такое время, как будто я ознакомлюсь сам с собой по-новому, вижу какие-то вещи, вижу какие-то внутренние моменты, которые были не построены, которые были разрушены из-за греха. И сейчас такое время, когда я позволяю Богу через Его служителей, через Его людей просто служить, созидать, вкладывать какие-то основательные глубокие вещи. Время, когда ценности меняются, время, когда я смотрю на прежние вещи совсем другими глазами, за что я очень благодарен Иисусу, благодарен Церкви, что есть люди, которые были способны принять, есть люди, которые были способны поверить, есть люди, которые были способны дать шанс. Я понимаю, что это не просто, наверное, было, но, слава Богу, все каким-то образом идет. Ну и кто-то скажет, слава Господу, человек покаялся, человек вышел в публичное пространство и попросил прощения. А знаете, тут даже невооруженным взглядом ясно и понятно, что это фейк, пустое покаяние, это просто слова. Знаете, в Священное Писание вот что говорит. Иоанн Креститель проповедовал покаяние, говоря о том, что гнев Божий вообще грядет на тех, кто не покается. И вся Иудея, все Иерусалимы, все крестные регионы выходили и крестились от него. Крестились от него в реке Иордане. И пришли к нему фарисеи, чтобы тоже креститься. Но Креститель сказал им такую вещь. Он сказал, порождение ехиднины, выродки змеиные, производные змеи, змееныши. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния. То есть вышли фарисеи для публичного покаяния, публично заявить, что они тоже каются. Но Креститель рассмотрел, что у них было лицемерное показное покаяние. И просто вышли как бы, ну просто потому что все, потому что надо, потому что как бы так. Дело в том, что люди, которые крестились у Иоанна Крестителя, они крестились в реке Иордане у Крестителя, запятая, исповедуя грехи свои. Они признавали свои грехи. В книге Деяний тоже, когда Павел проповедовал в Эфессе, была сильная благодать Божия, и люди приходили и исповедовали, и публично, и открывали свои грехи беззакония. Публично грешащий Алексей Пронтин просто как бы извинился, как бы, в общем, простите меня. Но дело в том, что Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. Как узнать, что в сердце человека? Как узнать, есть ли у человека искреннее глубокое покаяние? Все очень просто. Нужно посмотреть на то, что его уста произносят. И на самом деле, раскаянный человек, он всегда грех исповедует. Он не просто говорит, ну простите меня за все как бы. Простите, если кого чем обидел, как любят каяться по-глупому христиане. Если ты своровал, ты говоришь, простите мне, что я своровал. Я украл вот это тогда-то. Простите мне. Знаете, в книге Ниемии народ Божий вышел, когда из плена, из рабства вышел, то они четверть дня читали из книги закона, постились, поклонялись Господу и исповедовали грехи свои. Длительное время они признавали свои грехи. Они называли грех грехом. Они называли, что они сделали. И дало поклонство, и дало поклонство. Блуд блудом. То есть мы не услышали от Пронгена какие-то вещи, какие-то моменты, когда четко грех был признан. Когда четко грех был исповедан. Более того, более того, знаете, в его покаянии, я позже об этом скажу сегодня, но в покаянии он не увидел причин своей греховности. Причин. Он не увидел то, из-за чего это произошло. Именно поэтому это покаяние, оно фейковое. Об этом мы посмотрим сегодня. И приходили фарисеи к крестителю, и он говорил им по рождению Ехиднины. Кто решил, внушил вам бежать от будущего гнева? Конечно, Леша решил покаяться. Ну а что делать? Уже как бы в опале находится. Уже далеко от кормушки церковной. Там была приличная кормушка. Как ни строить себя богатого бизнесмена. Все-таки Леша нужны деньги. Леша не так и вообще не богат. Да что не богат, да я не богат, да я и не умен. Так вот, нужны были деньги, нужно было, хотелось возвратить авторитет, как бы. И человек решил бежать от какого-то гнева, что-то исправить в своей жизни. Но это было фейково. Сотворите достойные плоды покаяния. Плод это результат. У покаяния должен быть результат. Сотворите заслуживающие, достойно заслуживающие плоды покаяния. И в другом месте, в новом зрителе написано, что делая дела, отвращаясь от сатаны к Богу, делая дела, достойные покаяния. Покаяние истинное рождает результат и плод какой-то. Более того, когда мы слышим слова Алексея, знаете, мы должны чувствовать, в Иове написано, что ухо разбирает слова, как гортань разбирает вкус пищи. Мы должны слушать ухом не только сами-сами слова, но и дух, который в словах. Духовный, сует о всем духовно. И дух лицемерия, наигренности, просто какого-то пафоса, или дух нераскаянности, все духовную составляющую, мы должны чувствовать христиане. Мы должны судить духовно просто обо всем этом. Но больше о всем кричат, конечно же, результаты и дела. И именно поэтому у Леши никакого покаяния нет. Покаянием никогда и не пахло. Ни в случае с Синокосовым, когда он как бы там каялся, сожительствовал с этой крестиной, живя в разрате и беззакониях. Ни в этом случае, в последнем, покаяния никакого не было, ребят. Никакого покаяния, никакого исповедания настоящего, никакой раскаянности, сокрушения о грехе, никакого осуждения греха. Этого не было. Почему я так думаю? Плоды и результаты, говорят сами о себе. Давайте посмотрим, как сегодня вообще, как сегодня живет Алексей Пронькин. Я сейчас вот даже покажу вам под этим видео этого пасторя из Калуги, Юрия Сорокина. Есть такие комментарии, когда он снял эту виду в защиту Пронькина. Вот такие вот комментарии. Эльза пишет, все покаяние в кавычках Пронькина продолжается в его инстаграме, имеющий глаза все увидит. И вот этот сам пастор с аккаунта, это аккаунт церковь онлайн, пишет, да, я видел. Уже после того, как выпустил видео, комментарий, ну теперь все, я вижу. Да, я видел все это его покаяние. И дальше пишет Ирина Гороленко, ничего не поменялось. И дальше, уже тогда увидела печальное зрелище. То есть, оказывается, они уже все увидели, многие видят, что с Алексеем Пронькиным ничего не поменялось. Еще один комментарий. Алексей Лериков. Ждем новое видео, результат сегодняшних сторис Алексея. Оказывается, он продолжает сегодня, на данный момент, в феврале месяце, выпускать какие-то сторис, какие-то ролики, уже после своего публичного покаяния, как этот, как пастор из Калуги Юрий Сорокин сказал, да. И что-то в этих сторис видно. И вот еще Оксана Макарова пишет, этот Пронькин уже достигает дно дна. Сегодня, кто увидел его прямой эфир в Инстаграме, меня поймут, о чем я. Это надо уже докатиться до такой степени, сидеть пьяным, с фингалом под глазом на унитазе и предлагать за 10 тысяч выдать всю черную полную информацию о церкви Скиния, про самых верхушек. Обливал всех помоями, материл всю церковь, и не только ее, но и Женю тоже, жену. Рассказывал интимные подробности, как и с кем, что он делает. Это просто жесть, что с ним происходит. Вот такое вот покаяние, ребят. Давайте посмотрим несколько фрагментов о том, как сегодня, вот в феврале месяц, там ролик в сторис был от 7 февраля, и вот в эти дни, как сегодня, раскаянный, как Сорокин говорит, покаянный. Тот, которого вот все защищали, пастырь, у вас великое будущее, Бог вас поднимет, вы всегда, Бог вас поднимет, вы всегда пастырь, все у вас хорошо, мы с пастырем и так далее. Вот как сегодня этот пастырь Бронькин вообще живет, давайте посмотрим. Я хочу только, наверное, в кожу, не в завши. Я смотрю точно, мне как... О, блядь. Вот такая кожаная культа, то есть... Вот, ребят, мы проснулись утром в номере в прекрасном настроении, с любимой девушкой. Мы выходим вдруг на рецепшн, и здесь какие-то люди утверждают, что мы курили в номере. Представляете, мы вообще не курящие люди, а они говорят, что мы курили в номере. Вот такие дела. Поэтому никогда не приезжайте в Хилтон. Хилтон – это люди, которые не отвечают за свои слова. В любую другую гостиницу едьте, в Мариотт едьте, в Домину едьте, но в Хилтон никогда не едьте, потому что Хилтон – это дерьмо. Это мое мнение. Спасибо за внимание, эфир я сохраняю. Путин – наш президент, а Веркин – говно, лицемерт, а Веркин – Волков – пидорасы. Два пидораса. Не, Воли поебать на меня. Сейчас я буду по шуму выкидывать по одному в окно. Смотрите, какой первый полетит? Смотрите, вот по шуму стоят. Какой первый должен полететь? Вот этот. Сейчас побрызгиваюсь. Первую пошел, смотрите. Сейчас вторую пойдет. Парфюмы в окно нам! Какой следующий парфюм? Оль, какой тебе не нравится парфюм? А, Оль? Посмотрите, что есть у Ольги здесь. Фига себе! Доллары! Парфюм первый пошел. Сейчас музыка не будет, второй пойдет. Оль, какой тебе не нравится парфюм? Номер два. Где музыка? Денег стоит, пожалуйста. Да ну, правда? Оля, бегите, я на то безумство напишу. Музыку дай, пожалуйста. Все очень просто, друзья. По плодам их узнаете их. По плодам их. Ни о каком покаянии, ни о каком переосмыслении нет речи вообще. Ни о каком глубоком переосмыслении вообще не идет разговор. Пронкин не покаялся. Пронкин просто что-то сказал, как бы, просто решил убежать от будущего гнева, вот и все. Не было покаяния. Пронкин на самом деле не увидел причин, почему он не покаялся. Потому что нужно найти корень вообще. Если мы посеем какое-то семя и вырастет какое-то растение, или вырастет сорняк, да, допустим, какой-то, мы просто срежем стебель, веточки обрежем, то не вырвем корень, то пойдет дождик, польет дождик, влажнится земля и опять произрастет это растение, опять произрастут эти неправильные плоды. Если мы будем просить прощения, прости мне, Господи, я напился, вот Пронкин говорит, прости, я здесь сблудил, здесь курил, здесь матерился, прости мне, Господи. Но это, ребят, плоды только. Секира при корне дерев лежит, нужно в корень как бы грех вырубать. Есть корневое у всего, есть ствол, есть ствол, а есть глубокие корни, которые не видны. У всех растений практически корни не видны. Грех мы видим, Пронкина, плоды яркие, эти плоды, висящие на древе, мы видим, веточки и ствол какой-то видим, мы понимаем механизмы греха, что прежде чем пришло пьянство и наркотики у него, блуд и разврат, пришли какие-то другие вещи, пришла какая-то гордость ствол, самоуверенность, самонадеянность и так далее. Корысть, стяжательство денег, вымогание за денег с людей в виде десятины и всего прочего. И десятины не брались в новом завете апостолами, и апостол не Петр, не Петр, не Иисус не дерзали брать десятины, а Пронкин брал. А Пронкин его система стяжали с детей, с людей, с детей Божьих деньги. Так вот это все ствол, есть корень, и корень всегда не видно, и корень всегда под землей. И если бы Пронкин увидел корень, то он, корень был покаянием вырвот, но он обрезал просто плодики, он чуть-чуть пытался подпилить ствол, полил дождь, пришли другие обстоятельства, создалась благоприятная среда и плоды греховности вылезли опять, потому что корень не был вырублен. И вот этот блогер, фастер из Калуги Юрий Сорокин говорит, утверждал, он вел вот это настоящее покаяние у человека, он эксперт какой о покаянии, какой он молодец. И представляете, этот человек зовет вот в Калугу, у него там объявление есть, ну о том, что нужно приходить в Калугу, там адрес в их церковь. Представляете, человек, который в колбасных обрезках не разбирается, будет учить вас, что правильно, что неправильно. Человек, который сам, это обычный заврядный пастырь, каких сотни, протестантский пастырь, которые вообще сами, вообще правые руки от левой отличить не могут. Не разбирается, не он, даже он там как бы маленькая рыбешка, маленькая церквушка, там есть Синокосов, там Красноярск, по-моему, церковь, который тоже там видел, что рассуждал в видео про Синокосова и Пронкина, у меня, я уже говорил, оно по ссылке в описании. И Синокосов, более высокая рыбешка, рассуждал, что есть двиги к покаянию, Алексей находится на пути к покаянию. И эти люди учат вот вас, и вы слушаете, вы приходите в Калугу слушать вот этого Сорокина, который вообще в колбасных обрезках ни муму, ни бебе, простите вот за это выражение, который не разбирается, который не духовен вообще. Духовный судит духовно, духовный разбирается у зрелых людей, у совершенных, у учителей, у них чувства, навыков написано, приучены к развлечению добра и зла. А Сорокин не разглядел, чувства у него не приучены, так Сорокин кто сам? Так он младенец, это младенцы, не сведущие в слове правды, младенцы не понимают. Он сам еще мальчик, сенокосов, у которого большая там структура какая-то, что он там лидер какой-то высокий, вообще не разбирается. О чем это говорит? О том, что пророчествовал в книге пророка, пророк Исаев в своей книге, и там написано, что я такой гнев Божий будет на вас, что я дам вам отроков в начальники, младенцев, отроков, духовный отрок сенокосов, духовный отрок Сорокин, духовный вообще, я не знаю, даже не отрок, а, знаете, понятие из Библии, выкидыш, да, изверг, выкидыш. Какой-то младенец, какой-то вообще не сведущий рулит всеми. Пророкин оказался, оказал, кем он оказался? Кем Пророкин оказался? Даже меньше, чем что-то и кто-то по своей духовной стали, по духовному туку, весу своему. И вы слушаете их, вы идете за ними, и Сорокин говорит, приходите к нам в Калугу, и приходите, и он будет вас учить. И тот, который вот таких вещей простых, понятных многим людям пропроген, что он просто лицемер и не кается, и не гонит покаяния. Он это увидеть не смог, а будет руководить вами, вашими семьями, будет отдавать вам советы, ребята. Отроков дам вам в начальники вообще. И сам этот блогер, пастырь из Калуги Юрий Сорокин, он еще вот что говорит, почему вот, ну, как бы он не снимал видео про падение Пронкина, не разбирал все эти вещи подробно. Давайте посмотрим. Короче, вот такие видео с грехом, с манифестацией греха, они разлетались, как горячие пирожки, набирали массу просмотров и были всегда в топе. Я эти видео не снимал, не распространял по одной принципиальной причине. Алексей на то время уже не был пастором, его уже сняли, его уже отсторонили, и получается он как обычный верующий человек, верующий, неверующий, там уже каждый сам рассудит. Но он не пастор, он не являлся уже публичной личностью, в том смысле он не руководящая должность у него была. Поэтому, ну, зачем снимать про каждого верующего, кто как грешит? Ну, это можно про каждого тогда снимать? Я рассуждал так, это его личное дело, и пусть он делает все, что захочет. Вот если бы он в таком состоянии оставался пастором, он в таком положении, вот тогда, наверное, надо было бы снимать. Тогда не снимать было бы уже неправильно, не говорить об этом, не обличать грех было бы уже неправильно. Или если бы он в таком состоянии начал какую-то новую церковь и занимался какой-то религиозной деятельностью, тогда, я думаю, это было бы правильно сказать свое слово. Но когда он был никем, ну, какой смысл? Зачем? Вы заметили, что сказал блогер-пастор Юрий Сорокин? Что если бы он был пастором, и когда Алексей был пастором, тогда, то есть религиозным лидером, помазанником, тогда вот нужно было бы снимать, обличать. А когда он никто, когда он был никем, ну, зачем? Когда он простой верующий. Представляете, то вы послушайте внимательные слова. То есть, понимаете, есть вот в ваших структурах, я обращаюсь к протестантам, и даже к православным, там тоже все это есть, и даже к католикам, ко всем. Понимаете, в ваших церквях, и это корневое корневич, и в церкви Скиния тоже. Я об этом говорил в предыдущих видео, Кристина об этом говорила, любовница бывшая Алексея Пронгина. Так вот, в ваших церквях есть не кто, а есть кто-то. Вот, если бы он был кто-то, Алеша Пронгин был, кто, вот пасырь, помазанник, и тут согрешил, тогда нужно обличать, потому что... А он просто никто. Понимаете, если вы сегодня, вот вы, в протестантской среде, вы не пасырь. Если вы в католической среде, и вы там не кардинал, там, допустим, не кто-то еще из религиозной, там, знати. Если вы в православии, если вы даже не какой-то, не подьякон, кто-то еще, то вы никто. Все очень просто, ребят, вы никто. Вы никто, нигде и никак. Вы челягде. Вы пушечное мясо, вы толпа просто, вы сброд. Вы толпа, которая наполняет церковь, чтобы слушать того, кто за счет вас, проповедуя вам, удовлетворяет свои амбиции. Вот я молодец, я проповедую множество, я принят, я востребован. Вы те, кто спонсирует его жизнь. Вы те, кто обеспечивает того, кто знать, того, кто кто-то, того, кто не челядь. Представляете, это вот от избытка сердца, говорят, уста. Когда Алексей стал никем, что его обречать, тогда можно каждого верующего обречать. Каждый верующий, это никто. Вы никто, ребята. Все очень просто. Все очень просто. Но что, дорогой пастор Калуги, который даже в колбасных обрисках не разбирается, а учит там людей. Я просто тебе покажу место, если специально напомню тебе. Павел пишет послание, послание к Коринфянам, где обличает церковь и поднимает вопрос такой о грешнике в церкви. И предает его, предает его анафеме. Более того, он предает его сатане во измождении плоти за блуд. Он публично говорит, что собрание должно собраться. И во имя Господа Иисуса Христа, силу Господа, этого человека нужно предать. Предать сатане во измождении плоти. Я это делаю, говорит Павел. Павел разбирается с грехом. И это грех не лидера какого-то, не помазанника. Это грех того, кто никто, дорогой Сорокин. Ну, ты-то кто-то, ты-то в Калуге, у тебя там 40 человек церковь, ты кто-то вообще. А все остальные мы, остальные мы челядь, мы никто вообще. Так вот, Павел с никтом разбирается, с никем, с никак разбирается вообще. Грех есть грех, беззаконие есть беззаконие вообще. И вообще, для чего эти ролики о Пронькине? Конечно же, он через них не покается. Для чего? Писание говорит вот этих пресвитеров согрешающих. Нужно обличать при всех, чтобы прочие страхы имели. Для чего нам написано про грешащих людей в Библии? Про царей и про простых людей. Про великих и про малых, но грешащих. И имена названы многих этих людей. Для чего? Ведь они даже умерли уже. Для чего? Чтобы мы имели урок. Чтобы прочие страхы имели. Чтобы остальные поняли. То, что Пронькин упал, это же не первый случай. Взять протестантскую среду. Есть мунтян, который сегодня и нюхает в две ноздри, и блудит, и развратничает. И просто есть грех полной чаши. Есть Ришка Сандея де Ладжи. Это протестантская среда, который сексуально эксплуатировал в церкви. Все, что движется вообще. Есть огромное количество, львиная доля протестантских религиозных лидеров. И скорее всего, ты тоже о Сорокинской луге. Которые стяжают десятину. Которые кростолюбивы. Которые вымогают деньги из людей вообще. То не ядствуют, не работают. И, ребята, вот почему есть огромное количество падений, разврата в католической знати, где скандалы с педофилией, где скандалы века, скандалы с роскошенством пап, скандалы с глубоким, жесточайшим развратом, скандалы в православной церкви, где батюшка на дорогом там Мазерати, там, вот, Бугати, где батюшка пьет, я не знаю, пьяница. Где религиозная знать имеет ее, во главе там с патриархом, огромные особняки и так далее. Скандалов огромное количество. Разврата в пастерско-священнической, как бы, среде очень много. И просто мы что-то чуть-чуть слышим. Представляете, сегодня по статистике, по статистике, сколько, например, наркоманов выявлено на учете стоит. Ну, например, столько там. Но, по-фактически, в десятки раз больше. В десятки, потому что где-то не поймали, не поставили на учет, не знают, все это в тишине делается. Вот и все. Сколько развратов в религиозной знати? Сколько мы видим развратов и тут, и там? Сколько обирательств? Сколько нечистоты? А сколько не выявлено вообще? И суть-то нужно узнать причину вообще, корень всего этого. Почему это происходит не только с Пронкиным, но и с Пронкиным тоже на его примере. Пронкин родил опять всю эту блевотину в своей жизни. Его море опять выплеснуло. Нечестивый, как море, которое грязь постоянно выбрасывает. Так написано. Почему это происходит? Потому что нет покаяния. Потому что закваска старая внутри производит все-таки это... Как бы он вроде бы что-то обрезал, вроде бы снял вот эту вот пену, вот в это вот тесто разбухшее. Но закваска внутри есть. Есть какая-то закваска порока и лукавства. Есть корневое корневище. Есть корень, который приводит ко греху. И знаете, корень его не видно всегда. Я говорил об этом. Немножко, ну что же такое может быть? Там Евгения Пронкина в церкви говорила, вот, наверное, причина вот в этом там. И знаете, люди, вы... Мы ищем какие-то вещи, слупы рассматриваем. Знаете, а вот слона-то мы и не замечаем. Слона мы не видим. Вот представьте себе, я вам покажу вам. Ребята, давайте найдите надпись, допустим. Ну, надпись... Вот где надпись Adidas, допустим. Вот, ну да, ну давайте. Adidas есть, например, надпись Москва. Вот Москва. Где же она есть? Где же вот мне нужна надпись Москва? И мы ищем здесь на футболке, на носках. Мы ищем друг друга. Смотри, Москва. Вот смотрите на меня, и мы... Я не вижу, где это Москва может быть? Может на руках? Может на футболке? А представляете, я сам стою перед городом Москва, где огромные буквы на въезде в город. И написано огромные там, десятиметровые буквы Москва на въезде в Москву. И я встаю в букве О, и на стенках буквы О внутри, и на себе ищу надпись Москва. А я в Москве нахожусь. Москва настолько огромна, что я не вижу ее. Я ищу маленького, а огромного не вижу. Я слона не замечаю. Так вот Пронкин может покаялся, вот здесь я блудил, вот здесь я неправильно делал, здесь я охладел, здесь я, как он говорил, мне отпуск нужен на год или на два. Собатикал, как вот сейчас пастыри все эти тунеядцы трубят, им нужен собатикал. Отдых каждые 5-7 лет на год. Им нужно оплачиваемый отдых на Багамах. И Пронкин искал эти какие-то мелочи, не нашел причину. Причина, ребята, все очень просто. В системе. До тех пор, пока у в церквях будет система, будут эти падения. Будет разврат. Разврат папства в средние века уже. Огромная нечистота и грехи, религиозные риты всегда будут до тех пор, пока есть пирамидальность. До тех пор, как говорит Сорокин, цитирую, есть никто, то есть вы, ребята. И вот они кто-то, кто-то, то есть пастыри, священники. Вот есть священники и есть вычередь. А я слушаю, ребята, а разве Библия не говорит? Разве апостол Иоанн, апостол Петр не пишет про всех верующих, что все мы верующие царственное священство? Кто царит в церквях? Ну, папа, кардинал, ну, патриарх, ну, знай, там, ты можешь прийти, свечечку поставить, там, ты там не властен. Кто ты такой? Ты никто. Кто царит, кто царь в протестантских церквях? Кто? Пронкин. Сейчас его Женя Пронкина рулит, там, совет какой-то царей, ну, там, олигархия у них. Была монархия, сначала был Пронкин, а сейчас олигархия, олигархия. Власть, монархия, единовласть, есть гречка, монос архе, власть, монос один. Олигус, это немного, мало. И архе, власть, власть группы, небольшой группы, совет у них рулит. Иисус вообще сказал такие вещи, кто церкви не послушает, тот тебе язычник и мытарь. Никто вот Пронкина, помазанника, никто патриарха, никто о папу не послушает. А кто церкви? Последняя инстанция в церкви церковь, слова «экклесия», церковь, в греческом означает народное собрание, обладающее властью самоуправления, которое принимает законы и постановления, церковь решает. А в наших церквях сегодня, в католических, православных, протестантских церковь ничего не решает. Вы челяди, вы, как говорит Сорокин, вы никто. И вот Пронкин был кто-то, а стал как вы вообще, стал никто, как и вы. Нас теперь много тех, кто никто. И Пронкин с нами. До тех пор, пока есть пирамидальность, до тех пор, пока один выше другого. Писание говорит, не превозносись один над другим. Это грех, это беззаконие вообще. И Иисус говорит, что там в народах есть князья и цари, они царствуют, властвуют. Между вами, Сорокин, да не будет так вообще. У нас нет царей, мы все цари и священия, мы все подчиняемся друг другу страхе Божьем. Да, есть пастыри, то есть пресвитеры, но это функция. Но это не кто-то, а мы никто. Это просто одно из амплуа. Это как в футболе, есть защитник, а есть полузащитник, есть нападающий вратарь. Пастыри это амплуа, но не что-то то, что выше. В церкви сделали пирамидальность, вот мы выше, руководящий совет, старший пастырь, старший начальствующий епископ, архимандрит, кардинал, архиепископ и так далее, и так далее, и так далее. Патриарх, Папа. Это неправильно все. Я говорил в видео, что никогда делай жертвенник, написано в книге Исход, не сооружай к нему ступени вот эти вот, потому что ты будешь подниматься к жертвеннику и откроется срамота твоя, подол твой поднимется. Благодаря тому, что в церкви сегодня есть лесенка иерархии, ступень иерархичности, от вас никто. Потом до лидера, какого-то протестантских, лидер домашечки, вот, региональный, помощник регионального лидера и так далее, и так далее. Вот эти вот пастырьская вот эта вот система, или в католическом, или в православном, то же самое там от какого-то дьячка и выше. Благодаря этой системе подол поднимается, вы понимаете? Церковь восходит к Богу по ступенькам, подол поднимается, ветер подул обстоятельств, подол поднялся, срамота видна. Иисус такие вещи сказал, что высоко в глазах у людей, то мерзко перед Богом. У Сорокина в глазах, у него есть высокие и низкие, он там, ну о высоких я буду говорить, это высоко, если высокий согрешу, буду обличать, если он какое-то служение начал. А простых людей я не буду, потому что они челли, они никто, они ничто, вот. У него высоко, чтобы быть пастыром, быть лидером с кафедры, быть для него высоко. Но что высоко в глазах у людей, то мерзость перед Богом. Краснолюбивые фарисеи, любящие стяжательство, жить за счет людей, ему суд сказал, что выстреболюбивые, и это мерзость то, что высоко в ваших глазах. О глазах. И они любили предвозлежание, предвозлежание, председание в синагогах. Они любили быть на первом месте, у них были первые и остальная толпа. Но что высоко в их глазах, то мерзость перед Богом. И мы не увидели эту большую Москву, мы в ней находимся, ищем корни Пронькина, корни падения всех людей, за столетие религиозных лидеров, этот разврат. Почему же происходит? Вот, слона мы не заметили, это система сама, авторитарная система, пирамидальная система. Гоняемся за моськой, слона не видим просто. Вот и все. Мы все погрязли в этой системе иерархичности, пирамидальности. Но Иоанн пишет, что все мы цари и священники. Павел пишет, я хотел бы прийти к вам и вместе с вами царствовать. Не над вами, как вот в церкви Пронькина, там царство там рулят, там управляют, вот. А вместе с вами мы все цари, мы подчиняемся друг другу, каждый в своем амплуа. Кто-то пастырь, попечитель душ, душу попечитель, кто-то пророчеств, кто-то учительствует. Все имеют право голоса, все имеют говорить. Сколько человек может свободно в церкви Пронькина стать, сказать слово на собрании? Сколько? Вот это и показывает авторитарно церковь или нет. Если люди в церквях лишены права голоса, не могут на этот алтарь, как его называют, выйти и все это сказать, это, ребята, это авторитарная монархическая или олигархическая, как случится сейчас со Скинией, с Пронькиным, структура. Вот и все. Там правят, правят, правят некоторые. В Библии пророк из народа наполнялся Духом Святым и говорил. В Библии люди в церкви могли говорить. Писание говорит, что когда вы сходитесь, и каждый из вас имеет. У кого псалом, у кого пророчество, у кого откровение, у кого поучение, у кого язык истолкование. Все сие добудет к назиданию. И апостол Петер пишет, когда вы сходитесь тоже. Служите каждый, каждый ключевое слово друг другу тем даром, какой получил. Люди лишены власти вообще, они никто, они челядь вообще. Вы просто пешки, вы просто строительный материал, вы декорации в театре этих актеров. Этих Пронкиных, этих Евгений Пронкиных и так далее. Ребята, откройте глаза все. И Пронкин, и Евгения Пронкина, и лидеры эти все, и остальные все знают, и простые люди, то есть вы челядь. Откройте глаза. Нужна реформа, нужно покаяние. Тогда не будет этого разврата. Если бы Пронкин понял это, если бы он покаялся, то сейчас бы мы видели другого Пронкина, а не этого нечестивца и развратника. Знаете, все гордое будет унижено, Писание говорит. Почему церковь унижена этими скандалами, нечестием, беззаконием? Почему? Потому что есть гордыня. И гордость севрита означает быть высоким. В церкви есть высокие, в церкви есть высшие, в церкви есть плебеи и есть аристократия. И это совершенно неправильно. И конечно же, конечно же, еще возвращая к теме, то что Сорокин говорит, вот зачем там про простого человека, про никого говорить эти вещи, надо только про пастырей говорить. Знаешь, Анания и Софира, они не были пресвитерами, Анания не был апостолом. Это были просто люди, которые согрешили. И публично вообще, публично Бог сделал так, что они умерли за свой грех. И это сделалось известным деянием пятого глава всей церкви. И не только церкви, а всем людям в Иерусалиме и великий страх на всех напал. Простые люди, Бог сделал публично. Бог все поднял. Бог сделал просто это наглядно и видно, чтобы другие все извлекли урок. И смотря на Пронькина, нужно сделать урок всем. Может мы ему не поможем, может он не покаяться, а может быть, кто знает. Может не даст ли ему покаяние Бог в жизнь. Может отпустится ему его грех, кто знает. Да, пусть молится. Но остальные должны извлечь урок, чтобы прочие страх имели. Друзья, Иисус Христос умер на кресте, пролил драгоценную кровь. Умер за всех нас, чтобы мы были искуплены от греха. Он выкупил нас от порока и беззакония. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Если мы искренне каемся, просим прощения за свои злодеяния, беззакония, то драгоценная кровь Господа Иисуса Христа очищает нас, омывает нас. Благословите всех Господь, друзья. Всем пока. Время изучать Библию.